уважаемые любители моих роликов о эволюции гоминид сегодня я продолжаю эту тематику и попробую объяснить в чем преимущество и разница разных путей эволюции головного мозга потому что спекуляции на эту тему очень много глупости высказывается невероятное количество особенно среди популизаторов которые как известно сами ничем не занимаются а только пересказывают сомнительные идеи сегодня мы посмотрим немножко прикоснемся к тем процессам которые вас очень интересуют когда я рассказываю о том что вот надо бы провести церебральный сортинг прямой то есть помощью томографа или косвенной с помощью различных технологий которые позволяют нам оценить индивидуальную изменчивость вашего энергетического баланса мозга то есть поскольку мы не можем залезть вовнутрь но мы можем оценить какими областями мозга вы пользуете используйте которые для написано например создание сложных интеллектуальных конструкций для этого у нас все приспособлено и сейчас как раз такой проект идет объявление в других роликах есть так вот всегда у слушателей возникает вопрос ну что ж там профессор заврался а кто ж будет присматривать за этими самыми отобранными к ну которые хороших конечно хороших не будет вы чего вы же знаете тех же самых гений в талантов одаренных людей при первой возможности они облапошат простодушных граждан и доверие поэтому не умным и дураком нет никакого но речь идет о том что можете вы или не пользу и не можете использовать энергетический баланс вашего мозга с не биологическими целями то есть не как животные решая только три проблемы которых а много раз говорил а как люди то есть осознанно рассудочно со всеми теми принципами фундаментальными отличающие нас от животных то есть иначе говоря вот у меня есть рядом красообразец такой находится очень похожий на многих людей вот такой жучок приличный очень как вы видите вполне сопоставимый по размерам с небольшой пачкой сигарет вот у него нормально все в голове у него грибовидные тела набор инстинктов и простейшие механизмы биологической адаптации его верну назад поскольку это девочка и она волнуется и ругается на меня так вот если смотреть с позиции вот этих насекомых то человечество устроено очень хорошо специальные норки для размножения кормушки там где выдают еду надо что-то делать немного за эту еду ну и полный комфорт то есть с позиции жуков которые как я уже говорил в одном из интервью в общем-то являются одними из самых успешных существ на этой планете потому что большинство семейцев жуков сохранилась не запамятных времен лучше чем какие бы то ни было другие животные на этой планете то есть они такие победители до известной степени эволюционного отбора найдя свою нишу форму адаптации у нас делаем похуже в чем же проблема мне задают вопрос а вот этих мы отбираем умных кто же ими в за ними будет следить чтобы они не проворовались не захулиганили не погубили человечество ну как надеется тот же билл гейтс и джордж сорос как бы так вот надзор бы за ними устраивать ну понятно что в старые времена надзор устраивал кто господь бог ну в зависимости от того чей там иудейский мусульманский христианский там синтаистский буддийский так далее до бесконечности но судя по результатам все они присматривали из рук вон плохо потому что то что мы имеем сейчас говорит о том что это не получается поэтому вопрос возникает такое как же что же произойдет если мы все-таки отберем для использования в социальной эволюции человечества тех которые поумнее то есть те которые могут тратить собственную энергию мозга на то чтобы добиваться общечеловеческих они личных результатов то есть иначе говоря сейчас пока у нас происходит вот такая система у нас вот такие доминируют щелкунчики которые занимались каннибализмом то есть ели тех кто вот там пониже австралопитеков а эти всякие крупные парантропы которые как видите какие зубастики вот они продержались миллион лет на самом-то деле пожирая просто вон тех вон грацильных то есть тоненьких наших далеких предков так вот эту ситуацию надо исправлять нам не годится не этот вариант не тот несмотря на их успешность нам нужен другой вариант те самые люди которые могут управлять своими животными желаниями и ориентироваться на будущее человечество вот мы отобрали их дальше что дальше смотрите мои ролики например про перколяцию это что такое это когда процесс происходит такой что если добавлять я приводил такой пример черные и белые шарики в ящик если добавлять белые перетряхивать в конце концов возникнет ситуация когда полоски из этих шариков начнут касаться всех стен возникнет внутренняя инфраструктура в биологических процессах особенно в эмбриологии которые к псевдогенетике которые очень любят детерминационные пути развития никого отношения не имеет это так при так называемый принцип самоорганизации то есть когда структуры возникают не потому что у них есть жесткая программа а такая программа вот у нашей подруги есть эта программа отличная замечательная давшая огромное эволюционное преимущество вообще всем жесткокрыл и вот это место этой программы у нас с вами есть адаптивная конструкция мозга которая собственно говоря и использует наше произвольное мышление чтобы доверить добиваться искомым результатом поэтому никакая программа никакое законодательство в человеческой среде работать не будет но это тоже самое как генетическая детерминация в головах слабоумных генетиков сейчас объясню что в чем дело то представьте себе что у вас 10 тысяч клеток у всех есть программы они точно по инструкции их реализуют соответствии своим геномом хорошо отлично а если кто сдохнет из клеток а это происходит на 1000 делений от 6 до 10 штук гибнет это что выпадет целый кусок мозга или у вас не вырастет рука генетики об этом не задумываются потому что они дальше собственного носа не видят это ска работают с он скульптурами клеток то есть морфогенезе такие штуки как гибель клеток компенсируется ровно то же самое в процессах самоорганизации происходит человеческим обществом ничего иного у нас система а самоорганизации заточен на то чтобы ориентироваться на морфогенетически а у нас на социальный результат и вы его никак не получите если вы запрограммируете с помощью револьверов и кгбшников как это было в сталинские времена система контроля настолько сложна что она уничтожит любую биологическую конструкцию поэтому если мы отберем умных то дальше надо будет запускать механизмы самоорганизации той самой которая позволяет из раза в раз после незатей вых левых телодвижений соединиться сперматозоиды и циклетки появится новому человечку вот это происходит по законным самоорганизации они с помощью принудительной программы комиссаров пыльных шлемов или слабоумных генетиков нет клетки в процессе развития все время гибнут на их место приходят другие начинают выполнять их функции это в геноме не записано гибели отдельных клеток не прописано точно так как в человеческом обществе любой человек может там поскользнулся и попасть по трамвай поэтому создание более-менее разумного сообщества гоминид которые отличаются и от этих тех и те которые едят а те которых и она состоит в том чтобы процессы самоорганизации запущены в той или форме работали они не могут работать на выборных принципах понятно потому что как вы только создадите иерархическую систему то те которые едят тут же в нее залезут и будут есть всех остальных то есть фундаментальные принципы совершенно иные о них будет разговор я об этом говорю во многих своих книжках так вскользь но фундаментальные принципы самоорганизации они лежат в основе эволюции человечества и это самоорганизация является производным для отставных математиков надеюсь понятно производным от эволюции мозга от искусственного отбора или то что есть описываю называют церебральным сортингом то есть иначе говоря у нас есть субстрат то есть мозг у нас есть механизм искусственный отбор у нас есть даже объективизация индивидуальных особенностей с помощью инвазивных и неинвазивных способов то есть томографом или по плодам деятельности которую на сегодняшний момент вот мы уже начинаем анализировать то есть есть субстрат есть инструменты есть самое главное пока еще люди которых из которых можно убирать вот эти самые которые могут участвовать в процессах самоорганизации очень немного а тем более те кто могут организовывать эту самоорганизацию и за ними не надо присматривать потому что результат это финальная форма или структура государства общества человеческих отношений которые возникнут по этой причине такого беспокойства нет что надо создавать какого-нибудь всесильного небожителя для того чтобы присматривать за теми кто умеет пользоваться своим мозгом да это непривычно потому что все привыкли что их строят с помощью палки и цепи но мы уже вышли из этого возраста то есть мы можем как-то в лучшую сторону отличаться от жуков как победителей эволюции на этой планете нас все-таки не грибовидные тела у нас от 11 от 19 миллиардов нейронов только в коре есть произвольное мышление которыми вот эти самые успешные жуки не обладают по этой причине уважаемые слушатели когда я говорю о механизмах это не фантазии которыми так хочется меня наградить никчемными нет это не никчемные фантазии это процессы которые происходят вокруг нас постоянно и большинство из моих критиков свелось в животике мамы именно благодаря этим процессом которые они со звериным упорством отрицают потому что если их начать осуществлять в обществе то и в этом обществе к сожалению место не останется на этом я с вами прощаюсь и желаю внимательно относиться к окружающему миру в нем много очень интересного если возникают вопросы то присылаете я постараюсь на них ответить хотя сейчас очень занят анализом индивидуальных особенностей мозга связанных с нашим неинвазивным подходом на этом до свидания а и и Субтитры создавал DimaTorzok